здравствуйте дорогие наши подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухне любани а значит у нас коле в гостях на нашей кухне сегодня у нас как всегда очередная вкусняшка что-то вкусненькое для завтрака или на завтрак но для начала я как всегда спрошу коля ты с нами да любая с вами есть 10 способов заставить нашего человека работать но ни один из них не работает это кто не работает способ или человек способ здесь надо еще подумать дорогие наши сегодня будут горячие бутерброды знаете вкусненькие довольно давайте посмотрим что для этого надо 3 яйца и щепотка соли такая хорошая щепотка перемешиваем лечиком взбиваем сюда же добавляю сразу две столовые ложечки сметаны любой жирности дорогие мои какая есть такая пойдет если уж совсем нет можете добавить майонез тоже пойдет и сейчас еще раз хорошенько это все взобью перемешала теперь добавляю чайную ложечку паприки любой копченый не копченый не полный такой знаете набрали так чуть-чуть и черный молотый перчик на ваш вкус одну третью одну четвертую чайной ложечки а может быть вообще вы не любите тогда не добавляем еще раз сейчас хорошенько перемешаю но перед этим я наверное все таки добавлю одну столовую ложку муки для чего это у нас будет знаете такой в виде омлета вот это вот жидкость потому муку обязательно добавим опять хорошенько все перемешиваем следующим ингредиентом в эту мисочку пойдет лук мелко нарезанный лук средние две луковички ты как ты знаете среднее яблочко мелко нарезанный еще раз повторюсь я добавила немножко зеленого это тоже для цвета не помешает вот так вот раз и сюда сюда же в лишний раз не ходить как говорится или два раза не ходить добавляем грамм 100 сколько из можно даже 150 можно и 80 70 твердого сыра на крупной терке у меня в данный момент солгони на крупной терке а вы любой какой есть такой берете вот так и сейчас эту массу вот здесь уж хорошенько хорошенько перемешаем на хлебники которых любят все это сыр и колбаса вот так ложка здесь уже венчик не нужен вот хорошенько перемешиваем почему я добавила мало соли дорогие мои потому что у меня слуги знаете ну соленковатый сыр немножко потому я соли а если вы будете какой-то сыр более такой постный то есть не соленый то можете немножечко больше добавить соли когда в яйца вы добавляете не щепотка там так знаете пол чайной ложечки вот такая масса получилась смотрите сами можно добавить еще немножечко паприки лучка там зелени петрушечки это на ваш вкус уже мелочь такая тоже вы хозяйка на своей кухне не справа знаете спрашивайте либо можно добавить а если нету того можно дорогие мы вы хозяйка на своей кухне хочу брошу сметану хочу майонеза добавлю все что может а колбаски можно даже на терочку антереть и сюда же добавить потом узнаете как решать вам что у вас любят то и добавлять и побольше причем потому что это будет вкусно берем хлебчик ломтики хлеба вот нарезанные тоненько и хорошенько вот так я думаю по ложке будет даже мало сейчас посмотрим вот так разложиваем везде везде чтоб попало вот заполняем вот эти кусочки и так дорогие наши смотрите вот так вот мы сделали заранее подготовили чтобы они немножечко пропитались сковородочка нагонь масличко видите от коля покажи ближе немножко я уже один положила я увлеклась процессом забыла что камеру надо включать вот она когда полежит немножечко ну так знаете ну как пристанье до теперь берем но много и здесь не надо же и самое что главное сейчас я положу вот так вот видите чуть-чуть так ручкой прижали огонь меньше среднего и надо сильно это обжаривать и смотрите когда вы положили на сковородку все намертво как печать двигать не надо все положили вот как получилось посредине сковороды сбоку так и пусть обжариваем минутки три может быть четыре зависимости от огня но огонь сильно не при как сказать не не увеличивайте меньше среднего подглянули лопаточками через три подрумянил все готово это ваш цвет переворачиваем и на и на тарелочку еще хочу сказать смотрите можно обжаривать и с другой стороны это как вы любите я обжариваю одни а другие не обжариваю почему у меня кто-то любит хрустящие а кто-то и нет потому делаем и так и так ждем я вам все покажу и так прошло две минутки смотрите беру лопаточка немножечко так поддеваю и переворачиваю вот такой смотрите какой красавчик получился я думаю достаточно также и так дорогие наши вот такие бутерброды получились с пылу жару к чаю то что надо на завтрак ну уж не знаю даже с какого начинать ближе к делу смотрите да смотрите мягонькие такие классные бутербродики обалдеть такие не сухие вот почему и говорю я стараюсь вот эту сторону не обжаривать ну так в основном вы тоже не обжаривать я думаю что все хозяйки знают тогда подрумянишь так аж хрустит тоже вкусно ну это на любителя мягенько я сейчас попробую рассказать перчиком закусить давай ты пока закусываю меню ресторана бутерброд хит сезона бутерброд за речкой ничего себе дорогим и так как у меня как это с речкой на завтрак то что она но знаете хочу сказать когда первый раз готовила это же было как у нас говорят за царя панька эти бутерброды очень давние с луком луковые назывались то то знаете они в это самое когда вот нам показали рецепт это я думаю боже ну как можно в лук слушать это тоже будет и киркашу не дать не взять оказывается горечь и абсолютно нет даже сладковатый очень вкусный я уже вам все говорила что куда положить что убавить потому потеряться не буду дорогие наши готовки пишите отзывы а мы будем читать потому заходите на наш канал подписывайтесь ставьте лайк если не жалко пишите комментарии а самое главное дорогие наши будьте все здоровы будьте все счастливы и мирного неба и вам и нам и всему всему миру мы вас всех обнимаем и всегда ждем до свидания